Доброй ночи! Вячеслав Курков. Добрый вечер! Добрый вечер! Ну и главный гость нашей студии. Вы знаете, у меня в студии были разные гости. Политики известные, режиссеры. Но такого красавца у меня никогда не было. Настоящий гепард. Ну это девочка, да? Девочка, да. Блейзи. Очень рада вас видеть. Добро пожаловать в Астану. Как вам наш город? Ой, город безумно красивый. И мы видели много разных городов, разную архитектуру. Но это действительно какой-то такой грушечный в хорошем смысле город. Здание просто потрясающее. Правда, спасибо большое вашему правительству за такую конфетку, за такую сказку. Блейзи, как-то, мне кажется, одобрительно урчит. Видимо, ей нравится, да, наша Астана? Ей нравится, да. Потому что здесь она впервые в жизни попробовала конину. Конину, да. А чем вы ее кормите? В данном случае это говядина первой категории. Потому что гепарды очень сложно их содержать. И они безумно сложны в кормлении. Мы привозим им мясо только первой категории, без жира. Косточки подпиливают, потому что у них очень тонкий кишечник. И, в принципе, для них трубчатые кости куда опаснее, чем для собаки. Как неудивительно это звучит. То есть содержать гепарда тоже стоит, так скажем, немалых средств. Это одна из самых больших сложностей вообще в том, чтобы гепард мог работать на манеже. Содержание и кормление. Это очень много внимания требует действительно больших средств. Это самое главное. И поэтому гепарды, наверное, единственные, у кого в мире есть это у нас. Это правда. А вот я, кстати, знаю, дослышала, что это единственный аттракцион с гепардом в мире. В мире. А как вы рискнули? Я знаю, что в вашей семье он появился три года назад. Вячеслав, вот где вы его, так скажем, где можно приобрести гепарда? Ну, сейчас, к сожалению, уже очень трудно это сделать, потому что, как бы, это редкий вид. Взялись мы за это, потому что, как бы, иначально весь наш коллектив, он отличается оригинальностью, как бы, начиная с манежа, заканчивая артистами и постановка номеров. Соответственно, как бы, в каждой программе есть львы, есть тигры, гепардов нет ни у кого. И вот, то есть мы решили, как бы, продолжить нашу оригинальность. И вот решились, как бы, на клетках с гепардами, несмотря на то, что это очень трудно, трудно содержание. Как бы, ну, и сама собой дрессура, она отличается. То есть есть общий принцип дрессуры, но с ними они более нежные животные, как бы, их нужно прямо понимать, чтобы найти общий язык с ними. Да, Вась? Ну, удивительно, конечно, как вы решились, да? Ну, на самом деле, мы, правда, ребята, рисковые, мы много на что решаемся, хотя очень многие, даже профессионалы, нас отговаривают и говорят, что это невозможно, и гепарды, они не выживают в неволе. Ну, много читали, изучали, общались, разговаривали, и этим животным хорошо с нами. Это видно, потому что они получают удовольствие. Вы действительно сами заметили, что она одобрительно урчит. Если бы ей было некомфортно с нами, она бы нам не доверяла, она бы продолжала шипеть, бросаться. Ну, вот, конечно, студия для нее новая, но она доверяет нам, иначе она не вошла бы даже сюда. А в каком возрасте вы взяли Блэйзи? Ой, трудно сказать. На самом деле, мы всех гепардов, у нас их 10. А, у вас 10 гепардов? Она не одна. Боже мой, я думала, у вас один гепард. У нас 10 деток, но Блэйзи просто самая такая милая киса, можно так сказать. Она действительно... Не, ну а в каком возрасте можно взять хищника, да, чтобы можно было его приручить? Вообще, все считают, и правилами является то, что чем меньше хищник, тем проще. Это правда так. Дрессировщику проще, когда это котенок, прирученный с детства и выкормленный из бутылочки, из соски. Но мы посмотрели на ситуацию иначе. Мы взяли взрослых хищников. Нам было намного сложнее, было уже около двух лет. Они бросались, они кидались, они были действительно хищники. Мы взяли более взрослых хищников, потому что это именно непосредственно гепарды. То есть их очень трудно выкормить именно с детства. И, само собой, желательно брать подрощенных, поскольку они достаточно трудно достать. И дорогие животные, мы не стали рисковать, не брали их маленькие. Вы их привезли из Африки. Да, привезли. А сколько вот стоит гепард, то есть двухлетний? Миллион рублей. Ну, нет, раньше он стоил миллион, сейчас он стоит от полутора миллионов. Опять-таки, ну, если отлавливать где-то в парках, то есть, ну, в Москве, когда мы покупали за миллион, в Москве стоило где-то два. То есть по нашим деньгам это пять миллионов тенге? Да. То есть это у вас девять гепардов, да? Десять. Десять гепардов. То есть у вас, скажем, такой дорогой цирк, да? Да, и у нас на самом деле цирк не только гепардами интересен. У нас также уникальный манеж, трансформер. Такого манежа на сегодняшний день нет нигде. Кто-то пытается каким-то образом это повторить, но именно чтобы была и суша, и лед, и фонтан, и вода. Такого нет нигде. Это очень сложная машинерия, и такая машинерия только в Большом московском цирке на проспекте Вернацкого. Там вообще пять манежей. Я вот смотрю на вас с Вячеславом, Дарья, знаете, я, честно говоря, не верю, что вы такие же люди, как и я. Потому что я просто удивляюсь, как можно взять двухлетних гепардов, взрослых, да, то есть хищников. Это же очень опасно. Это же дикие звери. То есть они же, как бы вы их не воспитывали, как бы вы их не приручали, как бы вы их не дрессировали, они же все равно по природе свои хищники. Да, да, то есть... Само собой. Сейчас хищник хочет чай. Нет, ей просто интересно. На самом деле, это такая у нас профессия, это наше больше призвание, это наша жизнь, это смысл жизни. И нам это интересно, да, мы рискуем. А как нет страха, да, Дарья, вообще? Ну, адекватное восприятие ситуации есть, смотря что подразумеваем под словом страх. Если бы мы... Страх панический бы был, просто надо сказать, джос-видос. И не работать в этом жанре, не работать вообще в этой профессии. Естественно, мы... А когда нет совсем страха, это называется уже безбашенность и глупость. И тут получаются всякие разные травмы и нехорошие ситуации, скажем так. Поэтому мы золотую середину стараемся все время нащупывать, чувствовать. Естественно, мы смотрим, есть чувство самосохранения, оно естественное у каждого человека. Но, конечно, паники нет. И даже когда мы понимаем, что она может кинуться или кто-то из них, мы не убегаем, не закрываемся. Мы смотрим ситуацию в лицо и пытаемся за несколько секунд просчитать гепарда и выйти из этой ситуации правильно, с наименьшими травмами. Я вот просто удивляюсь, потому что я знаю, что тут собаку, да, очень тяжело как-то приручить. А вам удалось, ну, невероятно, тем более, что вы единственный в мире, да, кто работает сегодня с гепардами. То есть это, конечно, для меня очень удивительно. Но вот у меня... Я обычно, знаете, редко волнуюсь в своей студии, но сегодня я вот какая-то... Переживаю, знаете, стараюсь даже не смотреться в блызи в глаза. Расскажите о своей семье. Я знаю, что вы продолжаете цирковую династию. Дарья, у вас очень известная цирковая династия, династия Костюк, и я знаю, что вы выросли на манеже. Это правда. Да, у меня дедушка работал тоже в цирке, в жанре эквилибр. Папа также пошел по его стопам и уже сделал номер, групповой номер, эквилибр с першами. Он завоевал первое место на конкурсе в Монте-Карло, золотого клоуна взял. И на сегодняшний день его трюки также никто не может повторить. И он, да, пока с какими-то определенными трюками работал только он со своей группой. Потом он долгое время был директором и художественным руководителем цирка на проспекте Вернадского, где, собственно, мы и выросли. Непонятно, какой адрес является моим настоящим домом, цирк на Вернадского, или та квартира, где на самом деле должна считаться домом. Больше 25 лет он отдал этой профессии, он достаточно рано ушел с манежа. Сейчас он на пенсии и наблюдает, и тщательно ругает меня за какие-то ошибки. Честно, я ему благодарна, потому что действительно его опыт, его опыт вообще в этом мире, в мире под названием цирк, он, конечно, бесценен. И я все время пытаюсь что-то максимально взять, какие-то советы, это очень важно. И, в принципе, династия – это здорово. Лучше, ну, опять же, если наш сын захочет быть в цирке, мы будем только рады, потому что мы сможем передать опыт дедушке, опыт папы и наш опыт. И это будет не нулевая ступенька у человека, а определенная лестница уже пройдена, опять же, под названием опыт. Поэтому династия, особенно в цирке, это очень здорово, и я за династию, это правильно. Но у вас был вариант выбрать другую профессию? У меня не то, что вариант был, у меня даже ультиматум ставили. Вот в цирке нет, и все. И если ты будешь там… Понимали родители, что невозможно побороть мой характер, что я все равно хочу в цирке быть, и я всеми правдами и неправдами этого добивалась. И даже какие-то условия ставили, там, если ты из школы будешь приносить четверки, тройки, то в цирк не пойдешь. Ну, пошли четверки, пятерки, в принципе, я так хорошо училась. Потом они поняли, что не получается. Так, если у тебя будут четверки, в цирк не пойдешь, только пятерки. Я стала круглой отличницей. Ну, в общем, там, у меня задания делала на переменных домашних заданий вперед. То есть цирк – это ваша жизнь? Да. И потом родители уже сдались, они поняли, что просто у них… У меня уже я старше становилась, и родители поняли, что, в принципе, они могут со мной сильно поссориться навеки, скажем так, потому что, ну, наверное, вопрос какой-то жизни и смерти стоял. Вот в цирке или все, или я не личность, я не человек, и вообще ставьте на мне крест. Вячеслав, вы так же категоричны были со своими родителями? Да, вы знаете, тоже так получилось, что как бы все свое детство провел в цирке, в опилках, как бы, и когда к этому настолько привыкаешь, уже не видишь жизни по-другому. То есть мне трудно понять, как человек может там день сурка с 8 до 8 сидеть на работе, в офисе, как бы, ну, все по-разному привыкают, само собой, ты вникаешь, выглубляешься. Ну, и, как бы, мне кажется, чтобы сделать что-то хорошо, нужно, на самом деле, любить. Это просто так, недостаточно пойти на работу, не что-то там просидеть. Соответственно, вот у нас так. Вот такая вот любовь. Наверное, так же, как сейчас люди, которые работают в офисах, да, с утра и до вечера. Ну да, они не понимают, как можно рисковать жизни. Понимают сейчас, как можно с 10 гепардами ежедневно работать, да? То есть, но вы познакомились в цирке. Да, как бы не банально это звучало, мы познакомились в цирке. И вы уже три года в браке. Вот 7 октября будет как раз. И больше всего лет вместе. Спасибо, да. Если бы у вас были разные интересы, да, то есть, если бы вы... То есть, у вас дрессура, да? То есть, и Вячеслав занимается дрессурой, и вы, хотя я знаю, что Дарья владеет всеми, да, жанрами, по-моему. Да, мы все, мы оба многостаночники, можно сказать так, хотя я очень не люблю это слово, потому что чаще всего за этим словом скрывается какой-то непрофессионализм и разбросанность. В данном случае мы пытаемся действительно, чтобы каждый жанр, за которым мы не брались, был на хорошем, высоком профессиональном уровне. На самом деле, Вячеслав недавно пришел в жанр дрессура, и я поняла, что он уже меня... То есть, благодаря вам? Да. Но он уже меня обходит на поворотах, несмотря на то, что по количеству лет у меня опыт больше, но где-то он намного лучше чувствует животных, мужская выдержка, она все-таки дает результат. Вячеслав, как вы решились? А до этого чем вы занимались? До дрессуры? Да. На самом деле, у меня есть партнерка, да, и мы, то есть, давайте скажем, мы эксцентрики. А как бы, начиная делать эксцентрику, потом мы перешли немножко в дрессуру, взяли кенгуру, начали делать дрессуру с кенгуру, после чего мы с женой решили сделать клетку с гепардами. Мы репетировали порядка года. 9 месяцев. 9 месяцев, да. Как настоящий ребенок родился в наш номер, да. Она начала уже, ну, забеременела, был большой живот, так получилось, что ей нужно было остаться в Москве рожать. И мы с коллективом уехали на Украину, и как бы волей-неволей мне пришлось там самому начать работать с хищниками, хотя я никогда в жизни не выходил, не делал этого. Но, тем не менее, как бы, с этого все и началось, и вот теперь уже, то есть, я настолько их понимаю, чувствую, знаю, люблю, что, на самом деле, даже стало немножко сентиментальным, как начал с животными работать. Да, вот, кстати, мне понравилось в одном из интервью, Дарья, вы сказали, что животных вы любите больше, да, что они честнее, искреннее людей. Да, наверное, уважаю больше, потому что люди разные, естественно, не могу применять гепарда, там, на мужа, в смысле мужа, на гепарда, и, видите, по прейду. Хотя возможно, да. Но, да, в целом, конечно, животные куда искренней и честнее, чем люди. Если хищник бросается, чаще всего он тебя предупреждает, он смотрит тебе в глаза и показывает, что ты ему не нравишься. Человек клинки вонзает в спину чаще всего, и в тот момент, когда ты этого не ждёшь. К сожалению, несмотря на то, что мне всего 27 лет, может быть, уже 27, может быть, всего 27. Всего 27. Да, но подлости уже много в жизни было. И, ну, вот, исходя из того опыта, который есть на сегодняшний день, всё-таки даже хищник, он не такой опасный, как самый обычный человек. То есть вы знаете природу, да, хищника, и вы говорите о том, что прежде чем, скажем, наброситься, да, хищник предупреждает. Он смотрит, мамочка. Он смотрит на стол. Нет, он не смотрит. Я, знаете, чему удивляюсь, что вы всего три года назад решили работать с гепардами, да? Сейчас вы так сидите, то есть я тоже могу в какой-то момент, допустим, прийти к вам в цирк, работать с вами, и тоже у меня может получиться? Запросто, если у вас действительно есть тот стержень, если вы действительно, ну, как я говорю, боженька поцеловал в этом плане, что чувствуешь животное, ты понимаешь, ты, ну, это ты, вот ты в полном смысле этого слова, как вам сказать, ощущаешь его повадки, ты понимаешь, как ты можешь делать, ты уверен в себе. Тогда, безусловно, да, дальше уже есть, конечно, какие-то шаблоны определенные, от которых, ну, глупо отходить, да, что животное, естественно, репетируется на какую-то прикормку, это понятно. Это все уже, есть школы дрессировщиков, есть школа запашных, есть школа корниловых, есть школа Шевченко. У каждого есть свои школы, у известных дрессировщиков, которые передаются годами. А каждый человек, естественно, школа, это, это, как вам сказать, порядок действий, как ты дрессируешь, да, прям вот наглядное учебное пособие. То есть, если вы знаете технологию, то можно выдрессировать любого хищника? Это 50% успеха, это 50%, остальные 50% успеха, это, они заложены в человеке от природы. Если ты дрессировщик, то ты дрессировщик. Вот у нас, например, кенгуру дрессирует славянного партнера. Тут наоборот ситуация. Он старается, он понимает, но он не чувствует его настолько, насколько должен чувствовать, а поэтому без него, как бы, он кенгуру не слушается, да, непосредственно того человека, который с ним работает на манеже. Слава всегда стоит и контролирует ситуацию. Человек старается, он отдает себе отчет, он трудится, но вот нет вот того стержня, который может нащупать животное. Иногда, знаете, мы даже вот обсуждаем, наверное, со стороны люди посмотрят, скажут, что мне немножко ку-ку. Я говорю, тащи его, я говорю, вот чувствуй вот этим местом, вот взглядом, подтаскивай. Вот как это, вот он меня понимает, и я его пойму, что там больше шаг сделал. Чувствуешь уже, давишь на него, уже пространство это сократилось, не надо шаг на него делать. И он меня понимает. А другой человек скажет, ты какую-то ерунду несешь вообще? О чем речь? Ну, были ситуации, когда, скажем таки, не очень хорошие, да, ситуации, когда не удавалось, да, вот понять друг друга с животным, да, и когда и набрасывались, и... Слава Богу, несчастных таких, как был у Артура Багдасарова, когда его тигр сжевал, у него больше ста швов было, таких не было, и все-таки это другое животное, к счастью. Но были неприятные моменты, когда меня гепард не узнал в костюме, и все время пытался прыгнуть, и я только успевала уворачиваться, да. Я, конечно, пришлось наказать, потому что он действительно уже кидался по-настоящему. Он не просто отмахнулся лапой, он решил меня победить. И это очень неприятно, потому что это происходит так быстро, я повернулась, увидела другого гепарда, абсолютно, это был дикий гепард из африканских просторов, это не наш бандит был. И по взгляду было видно, что он просто совершенно не хочет даже меня выслушать, и он не хочет понять, что я от него хочу, он уже решил. И все, что я вам сейчас сказала там в 15 секунд, все это я увидела за 3 секунды моментально. Только повернулась спиной, и у меня была, слава богу, палочка, я разворачиваюсь, и вот это что-то тоже какая-то сила такая, которая подсказывает. Я повернулась и разворачиваюсь, и вот так палкой попадаю по нему, потому что тут доля секунды, когда я отвернулась от него, он уже в прыжке летел на меня. Да, мы его еле-еле загнали в клетку, чтобы отвезти в вольер, потому что работать этим животным на тот момент было бесполезно. И после этого вы все равно заходите в клетку? Мы сейчас целуемся с ним, работаем, мы его любим. Но это хищник, он не понял, и когда животное не понимает, но трусливый хищник, самый опасный хищник, потому что он начинает, он становится неадекватным, и он сам за свои действия не отвечает, а мы уж тем более. Вячеслав, а сытый хищник и голодный хищник, это разные хищники? Да, да, непосредственно само собой. То есть вы сами, если он будет голоден, зайдете к нему в клетку? Ну, как бы да, по стечению того, что мы сейчас понимаем друг друга, я знаю, что они уж не видят меня как кусок мяса, хотя, ну, как бы изначально, наверное, так и было. То есть, ну, они различают, будь ты служащий, просто человек, либо будь ты дрессировщик, да, что кенгуру меня слышат по голосу, да, что животное чувствует просто запах. Они понимают полностью даже, когда я захожу просто в клетку, чтобы начать их кормить, либо когда я захожу в клетку так, чтобы вышли, пошли на манеж, начали работать. То есть они различают, пришел в костюм, либо пришел так, как от меня пахнет. Само собой, да, разница большая. Ну, нет такого, что мы специально там морем их голодом или, наоборот, там перекармливаем, да. То есть оно... Лучше вы подкармливаете, у меня мяса нет сейчас. Ну, я вот просто все рассмотрела и становится интересно дальше что. Кормим в основном где-то порядка 3 килограмма на одну голову, то есть на одного гепарда. 3 килограмма в день? Мясо, мясо, да. Отборное мясо в день. Отборного мяса? Отборное. Первая категория не обезжирена, само собой, если там есть жир, весь жир вырезается. Если кости есть трубчатые, они спиливаются, подпиливаются. А почему это так делается? Ну, просто, как бы, они когда в природе ловят, да, там какую-то тушку или что-то, они съедают самый верх, потому что потом приходят все остальные, львы, гиены, тигры и забирают. И не отнимают о них. То есть они быстро бегают, они догоняют, но это так же у них все забирают. То есть они не разгрызают кости, то есть, ну, у них не рассчитано на это. Да. Само собой, когда нам привозят корову, да, мы же не можем целую корову им отдать. Мы ее разделяем так, чтобы всем хватило. Ну, и при этом остаются какие-то трубчатые кости, которые приходится подпиливать. Раз в неделю мы делаем голодный день. То есть они у нас молоко с яйцами пьют, то есть мы садимся с удовольствием. И так же это раз в неделю мы даем им живой корм. Живой корм он дается для поддержания инстинктов. То есть тут живая курица, как бы, ну, не очень приятно смотреть, когда они их ловят. Но, тем не менее, как бы эта природа, ну, подразумевает. Полезно. Для них это нужно, важно, потому что они должны бегать, они должны развиваться. Получается, аттракцион с гепардами – это такое дорогое, да, скажем, удовольствие. И я так понимаю, что большой московский цирк может позволить себе, да, содержать такой аттракцион. Да, да. То есть это финансирование, я думаю, что там, наверное, такое большое, да, должно быть? Ну, нет, цирк напрямую зависит от зрителя, напрямую зависит от того цирка. В принципе, сейчас большой московский цирк, когда мы на гастролях, они ничем нас, ну, никаким образом не финансируют. Это прямая отдача, скажем так, потому что, ну, естественно, основной доход – это тот зритель, который приходит. Поэтому мы не от большого московского цирка сейчас ничего не получаем. А больше зарабатываете в большом московском цирке или же на гастролях? Когда мы работаем непосредственно на площадке большого московского цирка, то зарабатываем там. Когда мы работаем на гастролях… А где больше? Ну, учитывая, что больше все-таки мы гастролируем, потому что в цирке, в нашем цирке мы работаем какой-то один сезон, а потом спустя два-три года возвращаемся туда. Там зритель привередливый, и там постоянно программа должна меняться. То, опять же, в пропорциональном соотношении, конечно, на гастролях, потому что мы всю свою жизнь, в принципе, проводим на гастролях, а в Москве бываем, ну, очень маленький промежуток времени. Вот мне интересно, транспортировка, да, вот как вы переезжаете из города в город, из страны в страну? Шесть фур. Шесть фур, да? А как гепарды переносят, да, то есть дорогу? Ну, раньше они очень нервничали, потому что им было это непонятно. Мы всегда им колем специальные витаминки для поддержания иммунитета, потому что все-таки, ну, какой-никакой может быть стресс у них. Но сейчас они, в принципе, уже привыкли и даже приезжают совсем не уставшие с дороги. Даже когда дорога больше трех тысяч километров, они, в принципе, приезжают достаточно бодренькие. А так было, конечно, видно, ну, первые там два переезда, видно, что они приехали уставшие от того, что они все время переживали. Как бы мы ни говорили, и люди ездят с ними, они там каждые полтора часа заходят к ним в фуру, смотрят, проверяют, они видят, что их не бросили, что все хорошо, но все равно животное должно проверить. Кто-то не рядом. Мы либо ребята, которые за ними ухаживают, ведь мы не вдвоем, у нас большая команда, кто за ними ухаживает, кто всегда рядом с ними, кто их тоже очень любит, и они их очень любят. Это так должно быть, потому что семья должна быть большая. Но получается, Дарья, вы всегда вместе, да, Вячеслав, Дарья, вот вся ваша команда и гепарды. То есть вы вдвоем завтра улететь там в Таиланд, в Эмираты отдыхать не можете себе позволить. Ну, что-то последние годы как раз-таки три у нас совсем с отпуском, да, не получается. Ну, пока такая ситуация, что мы в отпуске тоже работаем. Ну, даже если вы можете себе позволить отпуск без гепардов? Нет, конечно, можем, потому что, к счастью, у нас есть люди, которым мы доверяем животным, и долго формировалась эта команда, и это нам повезло, потому что очень часто, когда дрессировщики не доверяют людям, либо выпивают те, кто за ними ухаживает, либо просто им абсолютно все равно, они работают ради денег. Выпивают для смелости, для храбрости, а потом уже спиваются. Потому что страшно всегда, да. Да. Вы знаете, Дарья, я узнавала про вашу династию, вот про вас лично.